Всем привет! Новый выпуск на моем канале. Puma Russia пригласила меня на свое мероприятие. И сегодня пройдет слэм-данг-контест в необычном формате. Я буду заказывать данги на стандартное кольцо, а участники должны будут повторить их за призы на низкое кольцо. То есть я делаю данг, памп, например, и участник должен сделать это на низкое кольцо и получить свой приз. 100 рублей, 200, 300, носочки, рюкзак, что будет, то и будет. Ну что, мы с ребятами уже сегодня отыграли много классных матчей. Мы позабивали данги, трешки. Мы заблочили много игроков со старой школы. Это Максо. Коленька, давай! А я на это не справел. Центра! Центра! Е-е-е, видал? Ему можно навешивать, он добьет сверху. Да, 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 да. Ему навешивайте. Вы сами видите наши эмоции. Игра была реально классной и принесла много удовольствия. Уверен, многие из вас ее уже видели. Но если нет, бегом на канал Кали Милы и смотрите выпуск целиком. Ну, увы, доиграть у меня не получилось. Я получил серьезную травму, а всех слабонервных прошу отвернуться. Потому что нога изогнулась, ну, очень сильно. Сначала я встал и думал, что сейчас побегу, пять минут посижу и буду дальше играть. Но вы сами все видите. Это было больно. Короче, мир получил травму. О, ше, просто жесть. Иван, смотри, вы сгипсовали. Минимум недели 3-4 точно. Блин, мир просто... Вообще полного отдыха. Холод. На самом деле, мой организм уже давно требовал отдыха. Так как кисть не зажила еще с контеста в Питере в августе, который я выиграл. Я нагружал себя больше, чем тренировался. И все это переросло в травму. Слушайте, а что бы вы могли посоветовать ребятам, которые попали вот в такую ситуацию, когда травмировались, ну, чтобы не поплыть психологически? Насколько я видел, просто мне лично показалось, что вы очень легко справились с этим вопросом. То есть, Леша делал выпуск у себя на канале про вас, про вашу факту. И вы сказали, что вы не расстроились. И вы были рады и счастливы тому, что у вас было. Нет, смотри, если мы касаемся карьеры, я вообще не расстроился. Да-да-да, ну, это понятное дело. И я счастлив с тем моментом, которые у меня были. Мы говорим о травме, конечно, когда ты получаешь травму, ты расстраиваешь. Конечно, да. Это нормальная история, как бы никому не хочешь получать травму. Но травмы в баскетболе – это неотъемлемая часть процесса. Если мы посмотрим процентное соотношение игроков во всем мире, это какой-нибудь полпроцента, которые, может, никогда не травмировались, и травмировались мало или очень-то легко как-то, да? Там на скидку я говорю, ну, сейчас я там какой-нибудь Джон Стоктон меньше всех травмировался, Карл, хотя я видел Карла Малона, кто-то травмировался, Леброн Джеймс в меньшей степени, да? То есть есть такие игроки, которые как-то в меньшей степени получали травмы. Но большинство других все равно за карьеру свою получали. Причем как от маленьких, так и до больших травм. То есть у меня был один год, у меня было семь травм. Причем семь очень серьезных травм. Не которые они меня выключали там на год, но из-за которых я пропускал там 2-3 недели. Это очень много. Там от сломанного носа до там спины, колена, голеностопа, блин, сломанных рук. А нос-то как ломали. А? А нос-то как ломали. Ну что, когда развернулся, кто-то треснул тебе в нос, вот я вон уехал. И вот, собственно, низкое кольцо, его сейчас выкатят вперед. И на это буду я прыгать, на то будут прыгать участники и забирать свои призы. И если ты хочешь отдельный челлендж, в котором я буду заказывать танки в своем инстаграме и разыгрывать призы для тех, кто их повторит, пиши в комментарии. И я обязательно его проведу. Оставляйте свою активность, буду вам очень благодарен. Ко мне только что подошли организаторы, сказали, что уже через 2 минуты будут выпускать колечко маленькое. Выкатят куда-нибудь сюда. Во время того, как его будут выкатывать, я немного попрыгаю, разомнусь. Здесь очень холодно, ребят. Но атмосфера решает вообще. Вы сами все слышите. Здесь очень громко, здесь очень круто. И это не может не заряжать. Заряжайте и вы меня также, погнали. Я снимаю выпуск для своего YouTube-канала. Скажи, ты данчишь? Я данчил 17 лет. Отлично. Айлер 3, и ты данчил 17 лет. Легася, ты знаешь, такие крутые программы, это классно. Сколько людей коленей сломали, да, эта программа? И не говори. Сегодня выкатят маленькое колечко, ты не хочешь попрыгать? Такое? Да, да, вон, смотри, оно. Только если такое вот. Да, вот. Только на такое вот. Мы опустим его. Мы опустим его, мэй. Мужик, успехов тебе в твоем творчестве. Ева, пацаны, вам тоже. Только что взяли небольшое интервью. Рэп-исполнителя Недра, который приглашен как музыкальная звезда на мероприятие Puma Hooks. Жаль, парень не захотел попрыгать. Но я думаю, найдутся такие классные ребята, как, например, Серега, который сегодня опустят колечко. Мы опустим его, мэй. Поставим хорошие данки, потому что за каждый, Мирослав, будет жарко. Снимай этого парня. Первый победитель Серега Брагин. А я говорил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пишите в комментариях, смогут ли ребята забить все пять данков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот парень может. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я хочу просто спросить у вас оценку насчет своего творчества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько бы вы за него поставили? Смотря какое жюри, смотря какая атмосфера в зале, 9 или 8. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй тоже примерно 9 или 8. Тоже, смотря как, если там совсем уж облокотился на людей, мог бы снизить, прыгнул, не трогая людей. Замечаются эти тонкости. Вот, например, даже если сравнивать по данкам, например, 2000-й или 2002-й год, когда Винс Картер забивал свои данки. Да, да, да. Вот, например, там я каждый бы дал десятку, причем, что у него там данки не такие тяжелые, но они первый раз. Ты такой, когда он висит, кольцо в кольцо руку засовывает. Да, он сейчас там каждый второй человек это может сделать. Но тогда это выглядело как что-то... Это первооткрыватель. Нифига себе. То есть, естественно, это десятка. Сейчас бы я такой дал бы, там, 7. Потому что он достаточно легкий в исполнении. Даже 7, ничего себе. Но это просто за... Ну да, разбежался, человек засунул. Ну так да, согласен. Все-таки еще тоже зависит, наверное, от комплекции человека очень много. Потому что есть игроки, которые поменьше роста, там, они более крепыши. У них каждый прыжок там четкие исполнения, а есть более моего как раз, типа, да? Они более высокие. И такие там броски, они не так смотрятся. И, естественно, в этом контексте, как бы, ну, всегда есть некая субъективная оценка для судей. Согласен. Итак, друзья, по примеру, мы живем с Беруслава, третий. Третий, да. Благодаря. Он по-любому сделает. Это даже неинтересно. Как он мог не забить. Я не знаю. Этот парень мог свободно бить на это кольцо. Хорош, парень. Молодец. Дело нормально. Это будет вам на 360. Надо будет повторить медленно ребятам, чтобы они поняли вообще, что я сделал. Потому что данк был выполнен быстро. И не каждый поймет, что это было сделано. Бампа не было. Молодец. Сан хороший сделал. Готовно. 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 По-ведення подправе. Блин, ну парень, молодец, мощно сделал. В первый раз не поверил, во второй раз было круто. Как зовут? Егор. Молодец, Егор. Сейчас я постараюсь сделать скуп. Я его делаю крайне редко. Я очень надеюсь, что он у меня получится. Муха сделал чуть-чуть не чисто, но это было с энергией. И это все затмило остальное. Как зовут? Снимай. Молодец, Егор. Макс, короче, сказал, что может сделать это на основное кольцо. Это было мощно, красавчик. 400 человек. И пакет, и пакет. Это был Максим Барсуков. И он выиграл свои деньги. Выиграл носочки, бутылочку. Конечно, конечно. И он выиграл внимание публике. Пишите в комментарии, если вам понравилось. Если вы хотите провести такой же челлендж в соцсетях. Я буду делать у себя это в Инстаграм и разыгрывать бабки и другие призы. Ребят, кто хочет встать под кольцо? Парень сказал, что не боится, но сжался как... Максон использует знаменитую читерскую данкерскую фишку. Но выглядит это очень эффектно и делает это вам очень круто. Короче, вы видели, как прошло слэмданг-контест. И сейчас организаторы чинят кольцо после него, потому что оно сломалось. Жестко. Постараемся больше не ломать кольца. Не знаю, получится ли. Кто не понимает, что произошло, парень дважды должен был бросить с центра. Если бы хотя бы один раз он попал, он бы выиграл очень крутые баскетбольные кроссы от Кумы. Побрели под пятерочку. Сейчас попросим автографа Андрея Кириленко на мяче, который я выиграл на своем последнем слэмданг-контесте. Мирослав забирает все десятки и становится победителем данк-контеста. Если вы еще не видели обзор на этот контест, можете найти его у Леши на канале. Ссылку, если что, оставлю в описании под видео. А если хочешь забрать этот мяч уже с автографом Андрея Кириленко, или, например, сумку с сувенирами от Кумы, переходи ко мне в инстаграм и ищи пост с розыгрышем. Ну что, мы немного позабивали, порвали Пуму Кубс. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. И будем больше делать контента.